Аллах, Бейклэй, Аллах! Бейклэй, Аллах, Бейклэй, Аллах! Ляклэй, Аллах, Бейклэй, Аллах. Бейклэй, Аллах и Гориэй, Аллах и Азии. С Давайте я просмотрюсь и спрашиваю, как у его людей. Пожалуйста, пойдем, дождь идет. Пожалуйста, пойдем. Пожалуйста, тоже обращайтесь от встречи. народ мы очень терпеливый очень терпеливый я благодарю всевышним за то что наша молодежь наши парни наши отцы настолько себя сдерживаются несмотря на то что вот такое творится скажите берутся два народа русские и украинцы понимаете не могут раздербанить в эту вот этот крым учет татар вообще не берут так как они оказывается мало отчислен на это наша родина это мы тут она наши дети у меня четверо детей они все рождены здесь и это и таких семей я не знаю что с одной стороны что нам дала украина закон о земле не не вне издали мы семь лет живем на захвате семь лет нет воды нет газа нет вообще свет элементарного нет все ходили стояли стояли никто ничего не хочет делать все ждут теперь россия вмешивается сюда что ждать от россии мы из на вы знаете у нас такое состояние состояние ожидания мы не знаем и здесь мы ничего нам украина не дала и здесь и сейчас россия то что россия творит это не терроризм это терроризм они приходят без никаких обозначений без них это кто это захватчики и никто и всем если кто-то один из крымских татар поверьте мне пришел бы вот так захватил что-то назвали бы на весь мир террористами экстремистами сепаратистами и все и все это поддержали бы сейчас может такой быть подойдет плечом торкнет это уже провокация не поддавайтесь никакой провокацию сразу не расстраивайтесь не хороших станет старших страшных слов никогда не применяйте ну кто что может сколько поможем хоть на бензине хоть ночью где-то им покушать то есть давайте они нас контролируют а мы их поддержим я не устанавливаю дайте столько то кто 10 кто 20 кто может 50 поможем поддержать наших ребят хочу обратиться к путину хочу обратиться ко всем народам мира давайте не будем друг друга в нации упрекать давайте мы же все были заодно и украинец и русский и татарин и все нации и грузин и армян все же мы были дружны но почему же сейчас вдруг из-за политиков из-за того что они не поделили власть из-за того что их богатство гложет из-за того что их гложет жажда не наживы мы должны страдать простые люди свободы слова в россии я считаю что нет в украине она есть в россии этого нет мы побоимся что вот именно свободы слова у нас не будет с россии так так с русскими у нас проблем нет мы должны вообще по идее да вот откровенно говоря у нас была своя государственная ханство у нас за границу около семи миллионов крымских татар живут вы не забывайте мы не забываем но мне интересно боитесь ли вы русской власти что будет не боимся мы никого не боимся никого не боимся кроме аллаха кроме аллаха больше никого не боимся there's a couple days left until the referendum but the narrative so far has been that it's going to be a shoo-in because most of the population in crimea is russian the tatars weren't always a minority though this region was captured from them in the 1700s that's when russia came here and then ever since then russia has been bringing slavic peoples to populate it here and eventually their population became the majority of the population that has been a hotel you should be able to решили вопрос с крымско-татарскими землями и захваты новая власть знаете я хочу сказать что за это время за 20 лет у них все есть у них такие же хорошие дома большие построенная даже лучше чем у нас сейчас мы в стареньких своих так и живем а у них посмотрите вот если проехать с вами показать и улицы не знаю села это новые дома это все их дома есть там и наши конечно построены но я не думаю что они сейчас обижены я считаю все всем одинаково всем одинаково правильно да почему я ты возьмешь землю а меня тоже будет не посидеть или наоборот я возьму и как будет смотреть как почему ему можно и сидели то все пополам тогда будет мир и дружба за что эти партиру воды за что и депортировали вы меня спрашиваете у меня без понятия за что говорить тогда когда мы росли нам то что говорили родители депортировали за то что они стали на сторону немцам и вырезали целыми деревнями людей и сказали что немцам они будут верно и служить до конца ну это я тоже как говорится бабка надва я сказала это же не то что официально какие-то источники все по-разному вернулись сюда мужья эти всеми которые были вырезаны работа работал тогда бы очень плохо а их сталин просто спас как ну вот как бы то такая версия никуда он и просто поменял юг на юг может за теплое место а эти little huts aren't for people to live in in crimea they're called claims the crimean tatars after they returned from being deported in siberia and central asia they found that all of their houses had been taken by russians and ukrainians so what they did was came to open fields like this built little huts and said that this land is ours now so over the last two decades people have been hoping that these claims would be recognized as legal by the ukrainian government but now that the russians are coming to crimea people are afraid that that might not happen ever some people who don't have any options do actually live in these huts though you know how many years you live in this house мы уже девять лет проживаем с первого дня как я встала здесь и никуда не уходила и уходить я никуда не собираюсь а сколько вас живет в этом доме нас семь человек живет вот у меня двое внуков невестка сын и я дочка с зятем so this is what one of these houses looks like on the inside they had no help building it they had to build it all by hand and there's no gas or electricity so anything that's electric has to be run off of a generator of batteries когда приехала первый раз вот папина соседка пожилая вроде женщина идет у меня племянник ну что пацану два годика и идет он в садик шоу она следом за ним идет вот по наехали сюда черножопой это разве разговор ребенку ну ты подойди скажи взрослому ты знаешь что ребенок тебе ответный не даст вот пожалуйста недавно у нас парня убили в марина вот такой пацан всем дома строил брату построил себе построил сестре вот симферополе попал пропал в белогорском районе в земляничном его нашли вот представьте куда его вывезли он весь скотчем был обмотанный замотанный это уму постижимо а потом как нам не бояться жить сегодня один пропал завтра другой пропадет третий послезавтра еще кто-то пропадет это же нереально это какие-то меры должны принимать а никого не нашли никого не обвинили никого не нашли и по всей видимости искать даже не собираются the thing is it's really unfair what's happened because they were in deportation for 40 50 years and when they came back to crimea all of their houses nice houses had been taken by russians and ukrainians love to move in here from other areas of the soviet union and now that they have to leave in these conditions the government here hasn't been willing up until now to legalize it so that they could get electricity and gas and that just adds insult to injury i think как вы считаете приход российской власти это для вас на захвате это хорошая или плохая новость для нас конечно это не из хороших новостей но надеемся на лучшее не знаю а чего вы боитесь почему это не хорошая новость да потому что уже как бы они на этом на сессиях принимают решение что якобы будут сносить все захваты все самострои а куда нам идти тогда нам идти некуда мы приехали на историческую свою родину мы на улице мы на улице мы на улице Али lived in before the deportation в 1944 он был только able to come back after the soviet union collapsed но он будет показать нам где его дом был вот на этот площадь вывезли всю деревню вот это и здесь целый день сидели я даже помню где я сидел как сидел заходил каждый дом три солдата собирайтесь давали 5-6 минут быстро ну кто одеться успел кто ну кому давали полчаса какой солдат и всех из домов собрали сюда чтобы погрузить увезти когда мы людей видели везут с россии с украины их там разгружает все так плакали скотину бросили там коровы ходит барана каждый бегает ловит прямо при нас и корова есть и дом есть и и мы виноваты да и куда вас повезли Федосию с Федосию уже на железной дороге на Урал на этом месте я с утра до вечера сидел с семьей вот здесь вот здесь вот это место когда вас из дома выгнали да и вы помните это место это забудешь вот на этом месте стоял наш дом он был двухэтажный черепицы видно богатые были сейчас здесь дорогу сделали вот здесь был ваш дом вот здесь мы стоим на этом месте а как советская власть объяснила то что всех татаров крымских депортировали из Крыма ну сотрудничали с немцами вот посмотри сотрудничать вот видишь деревне вот здесь около 300 семей здесь воинский час не было немцев не был никаких солдатов не был к лучшей глуби да ни один русский семья не был так кому же вы служили на том памятнике что написано на том памятнике с этой деревне около трехсот человек были на фронтах которые мы могли установить по архивным вот эти погибли великой отечественной войны крымские татары крымские татары которые воевали на советской стороне да вот эти люди отсюда ушли на фронт ушли около трехсот погибли вот это вот и много еще без вести пропавших и вот когда говорят татары предатели а вот посмотрите да где они погибли на фронтах а их них семей выслали многие которые живыми остались живые которые на фронте вернулись их сразу туда где мы с вами война закончилась и все равно их туда знаем что за годы советской войны во второй мировой войны красную армию было призвано порядка ста тысяч мужчин крымские татары это абсолютное большинство мужского населения трудноспособного возраста мы воевали за советский союз и то что происходило здесь это уже высосанные из пальца какие-то нюансы людям в любом случае приходилось жить в оккупационном режиме крыму в основном оставались старики женщины и дети вот 18 мая всех их погрузили в товарные вагоны и депортировали то есть то есть это то есть это некий в время татаре это точка 式 это все вы видите на этом районе сделали сами сами люди ни копейки не было дано сюда не на дорогу не на свет ни на газ все дела люди за свои деньги и вот так мы живем уже 20 лет здесь я сегодня был на пресс-конференции с тимир галиевым утром и он сказал что крымским татарам дадут 20 процентов мест в ради обещали деньги там на школы татарские и развивать культуру татарскую вот в пятницу они сказали что они хотят газ провести в каменке и то есть и так далее так далее как вы считаете вот вы верите его словам вы готовы жить в россии ну честно сказать я никому сейчас не доверяю кроме своих близких родных вот мой брат родной ну как бы я доверяю только своим друзьям ну я пока скептически доверия нулевой так скажем почему ну как вам сказать 20 лет мы здесь живем никто чего хорошего не делал для нас а тут все нас начали вспоминать поэтому пока доверия никакого нет ни к одним ни к другим поэтому как вам сказать должны быть действия а действий никаких не было нет это все слова слова словам верить сейчас вы знаете не то сейчас время чтобы верить слова